Стоп, я вырываюсь от разговора О, урсула! Нет, дико, извиняюсь, конечно Я тут случайно совершенно подслушала ваш разговор Одну вещь скажу Пиратов крошельки перейдут Долгая история, я расскажу, когда дойдёт То есть то, что уже произошло, ты пока трогать никак не сможешь Вы выкупили меня не для того, чтобы Смотреть его Короче, второй Склады Ленного пирата взяли Давай, 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 давай Не переживайте, теперь двадцать А где твои дети? И кто твой дети? Честно говоря, я не знаю, потому что я и моя дочь Мы как бы в не очень хороших отношениях Вот Всем доброе утро Мы уже собираемся Проснулись сегодня по гудильнику И мы очень этому рады Но надеемся, что всё не зря Потому что едем сейчас на тренировку на яхтах Как вы могли понять название Вот, поэтому вот у нас тут уже во всю сборы Берём с собой всякие тёплые вещи И вещи сухие на замену Потому что попросили Всё это с собой тоже взять В общем, собираемся и сейчас уже поедем Моя любимая рубрика Анализ погоды на сегодня Погодка сегодня просто потрясающая Всю неделю лили дожди Было очень серо Хмуро и уныло Но сегодня один солнечный день И очень классно, что мы решили привезти его На природе такой Выбрали вид отдыха Потому что прям благодать По этим браслетикам мы, по идее, потом получим еду Как нам сказали Еда должна быть бургеры от Burger Heroes и лимонадики У меня такой же Смотри, остальные три года Какая-то здесь наша Всё? Завязал уже? Я не знаю, он может не так Или красивый Нет, он не до конца прав По идее, у нас тоже будет Ммм 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 Мм Ммм Продолжение следует... А ты ко мне не придешь? А? А нас так встает, видишь? Ну, сейчас мы ее управляем. А, берет. Ладно. Всего дня в процессе. Сейчас мы ставим обычный брифинг. Я вам говорю, что если что происходит, значит... Главное электрон. 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 И ты либо толкаешь. Рунки в возле тебя. Ты расставишь его посередине, либо ты лезешь на себя. Главное электрон, окей? Антон, получается? Отлично. Все, поехали. Антон, давай быстрее. Сейчас сини ещё быстрее, Антон, давай, давай, давай. Мы с вами воду берём, хорошо? Да. Видите, видите, моя партия. Так. Антон, дергивай красную верёвку, видите? И? Может не стачь или полетит грот? Полетит грот, полетит скипу. Вместе скипчик, что лёд, и будет грот. Поэтому пора сделать так, чтобы стакси меня перекинуло. То есть, я сюда поворачиваюсь. Вот, выдуваю, пересеку, пересеку. Кристина. Здравствуйте. Здравствуйте. Покушать хотели? Ага. Ты какой? Так. Это красный пульсин, жёлтый гайпут. Я буду красный пульсин. А ты жёлтый гайпут. Давай, я возьму жёлтый гайпут. Два вкуса. Давай выпьем нашу первую яхту. Штука ставит лимонадик на этот самый пульсин. Да, я тоже. Надеюсь, слышно хорошо. Короче, нам очень понравилось. Это очень прикольно. Мы управляли лодкой, как вы могли увидеть. И это лично у меня просто стрессануло. У него очень страшно. Потому что я до конца не понимаю, на что повлияют мои действия. Что будет, если я сделаю что-то не так. Вот нас было четверо. Мы все что-то делали, управляли портцами. А как называется то, что ты делал? Рулил? Да, Стёк рулил. В общем, прикольно. У нас был хороший инструктор. Всё понятно объяснял, рассказывал чё к чему. И мы поворачивали и узнали, как это всё называется. В общем, кайф. Очень много нюансов, но очень классно всё это попробовать. Такое солнышко вот всё. А сейчас ждём бургеры, которые тоже входят в стоимость всего этого мероприятия. Вот лимонадики. Попьём и посидим, понаслаждаемся. Ставим лайк. Сегодня тут ещё проводят лекцию, на которую мы благополучно не идём. А, ну и по идее мастер-класс по узлам. Но мы не поняли, когда он будет. Тоже, скорее всего, уже не дождёмся. Сейчас поедем уже. Помимо всего прочего, ещё каждому подарили вот такие пакетики. Хотим посмотреть, что там внутри. Журнал. Поп-корн флаг в солюме. О, где она? Миндаль. И что-то ещё. Яблочный студент. Вау. Вау. Короче, это повесные всякие вкусняшки. Ну вообще. А у тебя, смотри, солёная, а сливочная пираминь. Закупились продуктами. Ждём такси. И на нас навалилась ужасная усталость и сонность. Поэтому очень хочется домой. Но мы довольны. Делюсь с вами своим гениальным обновлением гардеробного шкафа. Так как у нас небольшой шкаф, приходится всё время придумывать, как его совершенствовать, как и всю, в принципе, квартиру. Я говорю, что у нас квартира Тетрис. И шкаф тоже. И сегодня я купила такую штуку. И сейчас поняла, что это невероятно удобно, как я вообще жила без этого раньше. Потому что теперь у меня не навалены вещи здесь, как это было раньше. У меня порядок в шкафчиках. И здесь всё очень удобно и доступно лежит. И, в общем-то, смотрится тоже вполне себе ок. И всё уместилось. Короче, берите на заметку, если у вас маленький шкаф. Хочела с вами поделиться, что на неделе я пошла бегать вечером после работы и пробежала десять километров. Вообще нон-стопом. За, там, час пятнадцать. И это был такой для меня шок, потому что я вообще впервые в жизнь пробежала такую дистанцию. И мне было так легко бежать. То есть мне вообще, я там, не знаю, не сбивалось дыхание. Для меня ничего не уставало. И мне казалось, что, в принципе, я могу бежать ещё и ещё. Вот. И я не знаю, от чего это зависит. То есть я так понимаю, что это просто стечение нескольких факторов каких-то, которые влияют на твою выносливость. Потому что сегодня я пробежала четыре километра. Просто еле как. У меня, там, тут колит, тут болит. Мне всё дискомфортно. Я просто как будто бы мучила себя, но хотела пробежать хоть сколько-то. Вот. А в прошлый раз абсолютно спокойно. То есть мне там ещё начали натирать кроссовки. Я такая, ну, хрен с ним потерплю, потому что в остальном у меня там дыхалка, всё в порядке. Не хочется останавливаться. Вот. Поэтому я думала, что я просто, в принципе, физически на это не способна. Оказывается, это просто стечение факторов. И, там, питание, усталость, температура на улице, комфортная, там, не знаю, одежда, обувь. И вот ты уже и можешь пробежать больше на много, чем думал. Вот. Сегодня очевидно, что не такой день. Ну да ладно. Постараюсь себя не корить за это. Я приехала на живозавод на шоппинг. Погода просто мерзейшая. И очень хочется, как минимум, спать. И вообще быть в тепле. Но что-то он был запланирован, поэтому нужно уже его осуществить. Я хочу посмотреть магазинчики, которые мне, в принципе, там нравятся. И сегодня там ещё гаражный сейл огромный. Поэтому тоже надо будет туда зайти и, в общем, обновиться к холодному времени. И вот это все. И вот это все. Первая покупка. Идём на гаражный маркет что-нибудь докупать. Пока куплены штаны и цветные носки. И это уже хорошо. Здарова! Я снимаю влог как раз. Пацана. Влоги. Андрей Хрумину. И уходи вверох. Бога заслужила. Э, subscription, спасибо. Ничего не выбрала себе на маркете, к сожалению. Возлагала на него большие надежды, но что-то не знаю, я померила кучу всего, но там так щутесно, много людей, все очень плотно и как-то дискомфортно, в общем, что-то не знаю. Дойду сейчас еще до соседнего, здесь пространство, винзавод, в общем, там еще посмотрю тоже, что есть из шмоток и поеду. Поеду, может быть, иду еще в торговый центр рядом с домом, посмотрю в обычных магазинчиках масс-маркета типа что-нибудь. Оголось немного докупить того, что не нашла на хлебозаводе. Открылись магазы, которые, по идее, были закрыты в России, типа на распродажу того, что есть. И я там охватила себе вещечко. И Эйчик открылся. Зайду тоже, пока он есть. Все, по итогу шопинг можно считать успешным. Купила все и даже больше на самом деле, но думаю, что теперь в следующей покупке только там уже зимой ботинки, наверное, надо будет купить и, по-моему, шапка и все. Так что надеюсь, что вещи меня послушат как следует и не рассочаруют.